Он преподавал войскам в Киеве, морским котикам, то есть преподавал украинским офицерам высшего состава, и он полетел с собой. Ну, сейчас если было, он рассказал, как европейский человек. Он когда видел, он говорит, Петя, чувак, не сон, ущипни меня, сон. Вот, и мы в блиноте, и как раз Филип Белли сидит, а я его когда увидел, вокалист, ну, представьте, когда ты на нем с 9 лет, все-таки я буду спеть в школе, и мы на джазовой музыке воспитывались. Я, блин, наш реветь начал, а потом думаю, как же к нему подойти? Если меня уже впустили, все битки на меня вот так смотрят, как в кино, как его пропустили? Я смотрю, сидит старушка Чака Хан, джанная певица какая-то, естественная земля, ветер, огонь, и Филип Белли. Я думаю, как же к нему подойти? А у меня в кармане, держитесь, девочки. Сто долларов в Америке большие деньги, очень большие, как и у нас сейчас. Все, все же. А мне за свадьбу очень заплатили хорошо, я ж не знал, что столько надо не брать. И карточки нет. И я с собой нальчманом взял тысяч 7. Готово, нормально. И думаю, как же мне подойти к нему? А он увидел, что я уже чуть ли не это. И так, нет, токи, внёт, нормально, я говорю, ладно. Потом я говорю, беру килограмм красный и килограмм чёрный. Попросил официанта, ну, через гелу свою, он же владеет 8 языком, чувак, идеально. Смешиваю это вместе, вот такой. Беру водку, Смирнов, так взял, Смирнов, вот такой вот тоже. И говорю, передайте, пожалуйста, музыканту из Украины для Филип Белли. Он когда увидел смешанное красное и чудное, он так, very nice, и всё. И мы начали петь по-английски, а не очень. To come, soldier of the cross. Крис, солдат своего. Но музыкальный мир, то есть я начал примеры петь. Oh, fine, empty net, do the best. Естественно, он говорит, ну, уже начал, потом зафно сели. Те же на это сказали. А 7 тысяч хватило, чтобы оплатить эту культуру? Да там оно стоило всего лишь баксов 200. Черная икра, килограмм чёрная культура? Просто когда я вытащил лове, они же видят всё. Я там для них стал вообще чуть-чуть, не пханавливать, что-то. Вот к чему. А там, ну, сколько, а там, ну, вы все, ну, любого возьмите, кто живёт, у нас в Майами, все же знают, то есть 100 долларов, большие деньги. Ну, как бы, что? Чемпионатра не стоит по долларке. Ну, там, ну, понятно, ну, обошлось до 500, ну, не буду, ну, 500. Факт тот, что, когда я начал с сумочки, это же закрытая вечеринка, ни хера себе наличка, ничего. Там же пум, там может быть иного два ляпа. Ну, вот, давайте уже, время немножко подходит к концу, к сожалению. Вопрос от Маши. Три способа наслаждаться жизнью. Рецепты от жизнерадостного пяти чёрного. Я к концу, вы знаете, две подруги говорят, Нина, у меня без конца сохнут губы, а я без конца жить не могу. Рецепт, моя пацачка, что? Какой рецепт? Жизнерадостного пяти. И способа наслаждаться жизнью. Да, наслаждаться жизнью. Да, конечно. Это, чтобы человек жил не то, что банальная вещь, но поверьте мне, как цыган, если вы знаете, что у нас есть четыре каста. Это цыгане дворы, которые конокрады, там неважно. Это артисты, что связано с песней, пляски. Это кузнецы, которые в селах поселяют, делают всякие там, и, конечно, магия. Так вот, яркий представитель нации вам говорил, что любовь – это защита человека. И какой бы ты ни был, хоть диодами светись, такой-то продвинутый, вот идёшь, идиот из тебя подлетел. То, когда человек живёт любовью, ни хрена, извините за греки, ни хрена не возьмёт, ни дурной взгляд, ни дурной сглаз, ни ебиополе, энергетика у него плохая, блин, у него плохая энергия. А я прям чувствую, он такой, он чувствует, это пендроз. То, когда живёшь любовью, его организм работает на защиту человека, ведь по образу созданного, как бы там ни было, ведь уже доказывать что-то и кричать, бить себя в грудь. Самое главное, если Бог – это плюс, то, видите, я не хочу назвать, назовём эту силу минус, да, минус. Это он радуется, когда человек говорит, заниматься любовью. Ты себя просто, ну, если вы такие современные, ну, займитесь нормальным сексом, если сходятся феромоны, если тебе позволяет, а твоя обязанность, ну, почему нет, какой любовью вы занимаетесь? Как мы боимся, ну, да, это слово, ну, скажите отношениями между теми сладострастными, которые доставляют удовольствие, начинаешь думать, вот так придумано, выше кайфа нет, чем общение между девочкой и мальчиком, нету выше кайфа. Любовь, секс. И быть добрую. То есть во всей вертикали, поэтому не заниматься любовью, а жить любовью. Это звук успеха. А все эти штампы – успех успеть. Неужели красиво оно звучит? Успех успеть. Мой статус там – пожизнится, быть сильным, от слабых природа отказывается. Конечно, отказывается. А что такое сильный? Когда у тебя в сознании ты поймешь, что такое сильный человек, я в 44 только начинаю понимать. Потому что те искушения, которые застают людей за 40, они уже говорят, нам уже все можно и ничего не страшно. Спасибо. Спасибо большое. А молодежь какое слушание? Ну,